привет друзья вы на канале цветочный сад у аленушки расцвела вот такая красотка хризантема была она на стадии не где-то две недельки назад полной ботанизации но в течение двух недель она распустилась полностью сорт не знаю какой честно скажу потому что покупала черенки это черенок по-моему покупала и на рынке он маленький был за 50 рублей что за сорт не знаю мульти флора жировидная буду брать с нее черенок и укоренять у сегодня видео пойдет тема пойдет видео о хризантеме как сохранить хризантему если у вас она растет в открытом грунте сегодня я буду некоторые растения хризантемы сорта пересаживать в горшочки для того чтобы в дальнейшем они послужили маточным кустиком когда уже пойдет нарастать поросль сейчас я вам покажу какие сорта я буду сохранять но прежде чем мы перейдем к открытому грунту моему участку я хочу показать что очень удобно пересаживать в середине лета где-то у меня наверное в этом срок в этом срок был я пересаживала некоторые хризантемы сразу с открытого грунта в горшке это очень удобно потому что сейчас да у нас похолодало дождик и надо все же повозиться чтобы с улицы высадить горшочек и потом уже заносить в помещение или в теплицу но здесь очень удобно когда уже хризантема перестанет свести красиво уже цветение закончится этот горшочек возьму срежем все что цвет основной кустик потому что черенкуют поросль которая в дальнейшем пойдет с этого кустика то есть корневой системы а весь этот куст верхнем мы просто напросто срежем и также остальные хризантемки которые у меня в горшках их очень удобно то есть нет много мне сортов которые я буду заносить дом но есть два три сорта которые я не высаживала горшок и сейчас мы переходим на участок и так друзья вот эти два кустика хризантемы пойдут у меня в горшки для сохранения и для дальнейшего черенкования ряда розочка расцвела красиво посмотрите какая оранжевая красотка этому камера передает прям морковная яркая прелесть и так берем лопату выкапываем два вот этих кустика и я буду переносить на свою рабочую зону где занимаюсь пересадкой итак друзья берем горшочки потому что хризантему можно сохранить если подписанному канал видели видео что в основном сохранение хризантемами в этом году идет черенкование то есть чтобы меньше заносить горшок горшков помещения так как места не так уж много у нас в квартирах в домах я думаю кто занимается выращиванием цветов и рассады в квартирных условиях понимают что не так уж места много где можно разместить большое количество горшков поэтому в основном всю массу каждого сорта я начеренковала черенки некоторые уже коренились если подписан на канал я думаю смотрели мои видео по укоренению черенков очень легко укореняется даже в данный момент можно черенковать хризантему особенно сейчас когда есть поросли при корневой зоне она очень хорошо черенкуется или из пазух листьев то есть с хризантемой очень хорошо работать и сохранять костики у меня выкопаны пока что не высажена в горшок показываю вам вот корневая система хризантемки моей сюда нападет горшочек вот в этот горшочек она у мне пойдет земли многое набрала немножечко отложу обязательно чтобы было дренажное отверстие в горшке можно какой-либо разместить дренаж на дно горшка чтобы не было застой влажности так как корневая система хризантема не любит переувлажнения она может у нас запреть и тогда мы не дождемся вообще никакой поросли вся надземная часть после того как я сейчас посажу будет срезана но срежу я немножечко попозже сейчас данный момент засыпаю грунт проливаю никакой сложности нет данный момент она не всего не пойдет в пристройку пока заносить я в отапливаемом помещении не буду сейчас многие цветами будут находиться уже до самых забросков пристройки грунт я использую у меня оставалась земля я готовила вместе с немножко есть добавление перегноя но он перепревший такой как сыпец может быть часть 3 и в основном садовая земля нам в основном надо чтобы хорошо наросла поросль в дальнейшем чтобы сохранить хризантему при помощи то же самое черенков но черенки должны пойти при корневой зоне когда выкапывала костика один и второй в этом сорте и в том и в другом мало смотрю на новых корешков то есть корневой системы поросли пока что нет в мультифлорах в шаровидных хризантемах заметила то что поросли мало нарастает в основном это в корейских сортах очень хорошо растет поросль особенно когда мы побеги укорачиваем то очень легко она нарастает даже на самих побегов поэтому сталкивалась с хризантемой не один год ее сохраняю в доме что потом черенковать поэтому я пенек срезаю оставляю не под самый корешок до 80 сантиметров может оставить пенек то есть это многовато но сантиметров 7 6 7 8 можно оставить пенек и даже поросль пойдет не при корневой зоне а на самом этом пенечке может нарастать новые побеги их тоже можно будет черенковать они очень хорошо укореняются в данный момент что требуется требуется полить и обрезать и так берем секатор и при помощи секатора вот так я буду убирать все побеги сорт у меня этот отмечен он мне пронумерован поэтому фотографировать я не фотографировала чтобы в альбоме где у меня расположены расцветки и черенки которые я сохраняла хризантемы посмотрите вот сейчас покажу вам поближе как начинает еле заметно но это очень хорошо заметно начинает появляться на побеге на основном поросль сама белые такие молодые росточки даже в скором будущем у нас появится поэтому друзья очень легко черенковать хризантему укоренять и способов много сохранить хризантему не только пересадить основной куст в горшок и потом его сохранять но и также черенки также можно в теплице если конечно теплицы есть прикопать если есть балконы теплые тоже можно сохранять если кто любит такой цветок как хризантема осенний расцветок очень много сортов много жировидные хрусты просто украшают когда уже на улице холодно и сыро но красота цветения остается поэтому укореняйте пробуйте и у вас все получится если понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам здоровья удачи хорошей осенней погоды и до новых встреч но эти цветочки порадуют меня в букетике пока пока пока